бисмила рахмана рахим по поводу комментарий по поводу тех событий которые происходят сегодня в мире и в том числе и в сирии сирии естественно это цепь цепочка одна из цепочек тех событий которые связаны с предыдущими и которые намерены в дальнейшем пойти дальше и еще больше это та арена на площадке которой ведущие державы мира играть свою игру к сожалению жертвами и площадкой для этого служат мусульманские страны исламские страны где проживают мусульмане цели могут быть различные но подавляющим большинство это меркантильные цели то есть экономические меркантильные которые призваны для того чтобы держать те мировые державы которые сейчас сегодня призваны называют себя сверхдержавами для того чтобы держаться на том на плаву которые они сейчас находятся иначе если они не будут подпитываться вот этими нефтальными потоками и другими сырьями они могут просто-напросто утонуть потому что они экономическое строение основанное на рыбе то есть на процентах на этих кредитах и так далее оно по любому обречено если не будет постоянного притока например вот этих это сырья и так далее вот для того чтобы свои планы осуществить вот это делается руками тех несогласных оппозиции которые находятся внутри республики для этого да для этого инструментом послужило такое идеологическое направление которое есть внутри ислама так называемый ваххабизм вот или его называют девушков салафизмом очень удобной идеологии которая позволяет к сожалению по их представлению нападать оружием на другого мусульманина это из истории начала этой идеологии да и начало вот начиная это все это было и до него тоже конечно эти идеологии позволяло поднимать оружие напротив других мусульман это послужило очень удобным инструментом для того чтобы разобщить мусульман в первую очередь даже ту самую османскую империю разрушить было именно вот руками этих людей было отвоёвано от влияния от территории османской империи саудовская аравия аравийский полуостров дальнейшем и палестина тоже вот где потом впоследствии создали такое еврейское государство на крови тех же арабов палестинцев вот на самом деле эти так называемые здесь верства которые происходят на землях современной сирии и так далее это плод вот этих начал которые в первую очередь взяли в руки оружие так называемого оппозиционеров и есть не естественная реакция со стороны власти когда с оружием в руках на тебя нападают твоя естественная реакция с оружием защищаться и плод этих событий это есть те же самые мирные жертвы которые попали под скажем так же арт-обстрел и военные налеты и так далее и так далее один человек или десять человек не могут изменить да вот вот если взять еще раз повторяюсь тот контингент возмущенных людей оппозиционер так называемых пускай даже их будет 10 человек даже пускай их будет 10 тысяч человек но что это количество по отношению к тем населению этого государства как состоят миллионы людей миллионы и сотни миллионов людей что это такое 10 тысяч человек и когда если даже они столько начисляются это абсолютно мизер вот эти люди создают путем поддержки средств массовой массовой информации извне и тех же самых роликов которые мы видим тех же самых фотографий и так далее которые неизвестно кем были сделаны вот я лично например очень много встречался такой ситуации когда материалы абсолютно другого инцидента абсолютно других событий были использованы и переданы к средствам массовой информации так откуда это происходит сегодня именно на этом самом месте этому верят люди этому к сожалению верят в средства массовой информации люди и это создает определенное мнение людей и манипулируя этим мнением людям которые стоят за этими роликами и так далее дает возможность действовать вот и привлечь для себя оправдание своим действиям в том числе вмешиваться в государственные дела оказывать на них политическое давление и так далее вот что сегодня делается сирии что делалось ливии и так далее абсолютно известно что там работают не только рядовые вот эти оппозиционеры жители и так далее вот там действует очень сильная позиция иностранных спецслужб это однозначно вот иностранные спецслужбы это уже доказанный факт но сколько бы не голову не говорили об этом это все умалчивается даже тесте ситуация которая так сильно освещалась в мировых средствах информации в том числе и ливии и так далее после того как они добили свои цели это умалчивается полностью кто-то то есть нет никакой информации сегодня того что происходит сегодня в ливии там абсолютно возможно что происходят не менее кровопролитные действия между племенами и так далее об этом абсолютно матч потому что цель достигнута до свернут режим власть сделано сделано и так называемый управляемый хаос вступил свои силы там не важно кто придет к власти будь то например так называемые радикалы будь то другие и так далее самое главное что хаос посеян люди не смотрят кто что люди преследуют цель только выживания они сохранения свои и так далее вот и людям которые имеют были за этим получили возможность оттуда втягивать все в первую очередь заморозить и присвоить те средства которые были от государства в активы которые были банка они уже растащены вот то же самое мы видим и то что находится внутри этой республики внутри государства то же самое хотели сотворить и с ливии тоже но это естественно связано с теми упущениями которые были внутри государства некоторые пища со стороны официальных властей и так далее то есть которые дали почву для того чтобы эти настроения поднимались вот со стороны официальных властей они дают почву и им вливают масло снаружи из-за зарубежа и это дает вот такие плоды а вот те элементы частные случаи когда в интернете и везде выкладываются ролики и с ребенком фотографии с убитыми ребенками это плод тех той смуты которая от других ведет это может быть даже так что они эти дети могут стать даже жертвами этих же самых сепаратистов и боевиков но они могут и преподносить так как будто это сделано со стороны официальной армии власти это доказать никто сейчас не может никто не может доказать чьими руками это было сделано и кто-нибудь как можно доказать чьи пули например убит ребенок или чей осколок например туда попал но то же самое что творится например те же самым зарубежными и американцами так далее с теми же мирными жителями и в ливии и в ираке и в афганистане об этом умалчивается даже те фосфорные и так далее бомбы которые были кассирные бомбы которые применялись их жертвы которые сотнами вычисляются об этом тоже почему-то умалчивается и поэтому я прошу тех людей которые смотрят и слушают не поддаваться тем провокациям которые идут в социальных сетях и так далее это может привлечь за собой еще большие последствия нельзя разбудить смуту если она спит если кто ее разбудит тому на том проклятии всевышнего Аллаха его посланника вот так же умалчиваются те угнетения которые терпится терпят палестинский народ со стороны например тех же самых израильтян почему об этом умалчиваются почему об этом не говорят этих этих людей просто обвели вокруг забором колючей проволокой и как скот загнали туда и становится очень много мирных жителей становится жертвами этой агрессии почему об этом умалчивается почему об этом не говорят почему не оказывается политическое или другое давление на тысячи государств со стороны поэтому это важно это заражает очень много вопросов вот и мы будем просить аллах субханного тааля чтобы угнетателей угнетателей образумил и чтобы наказал по своей справедливости